так коллеги добрый день время 11 часов мы начинаем вебинар типичные проблемы проектного внедрения программных продуктов в основном меня зовут малиновский виктор я являюсь открытием проектах компании кубер вайн наш вебинар будет посвящен тем проблемам наверное которые встречаются на проектах внедрения причинам их возникновения и каким-то способом их разрешения там предупреждение понятно что нет каких-то универсальных советов до универсальных рекомендаций чтобы раз и навсегда от проблем избавиться мы сами в процессе вебинара посмотрим я в основном буду рассказывать конечно же про свой опыт не претендуя на это истину последние инстанции но тем не менее я думаю обмен опытом он всегда полезен надеюсь будет интересно презентация данному вебинару вот если вы у себя на экране смотрите да правом правом верхнем углу экрана есть такая папочка показать ресурсы там доступны для скачивания два файла это текущая презентация которую мы будем смотреть и excel файл учебные курсы которые доступны в компании кудр лайн который является авторизованным центром сертифицированного обучения но об этом я тоже там в конце вебинара чуть-чуть поподробнее расскажу сейчас приступаем непосредственно к вебинару длительность вебинара я думаю примерно час за час я наверное все успею рассказать если у вас есть какие-то вопросы пишите их чат в конце вебинара там если вопросы будут посмотрим их попробуем на них поотвечать тема вебинара типичные проблемы внедрения проектного внедрения давайте для начала определимся с терминологией терминология тоже очень важная история все наверно с этим сталкивались когда встречаются две команды исполнители заказчики и там два исполнителя которые совместно какой-то проект реализуют вот одна из основных задач этих двух трех более команд договориться об единой терминологии чтобы мы одни и те же термины понимали одинаково на самом деле вот это тоже встречается самое простое да там что первое на голову приходит там термин исполняющее подразделение вот команда исполнитель понимает его каким образом команда заказчика понимает совершенно другим образом у них по-другому это принято требуется время на то чтобы вот теперь теперь я смыслить эту ситуацию спецификация к договору до топ соглашения к договору многие понимают это там вот на одном предприятии это так клинику на другом так поэтому терминология это то чего первую очередь в том числе необходимо начинать любой проект ответить термин давайте что мы считаем проектом данному классическое определение это временное предприятие предназначенное для создания уникальных услуг товаров и прочего я выделил слово временное его можно назвать сказать как временное да так и временное временное это предприятие которое вот началось закончится и больше никогда не повторится она имеет некое ограничение по времени и она разовая проект это всегда уникальное какое-то мероприятие и временное да кто-то там проект и все его этапы они в принципе изначально планируются жестко ограниченные по времени нельзя отнести проекту задачу которая может выполняться бесконечно долго мы всегда ограничены какими-то временными рамками уникальный продукт да то есть мы создаем то чего раньше не было если мы строим какое-то уникальное здание сооружение атомную станцию создаем какой-то уникальный программный продукт раньше не было это вот два таких основных определения что такое проект но и также в качестве проекта еще можно считать что там процесс они только не только мероприятие которое мы выполнение данный сам процесс выполнения этого мероприятия можно назвать словом проект что будем считать внедрение но тоже информации там предостаточно да но только мне больше всего понравилось то что ближе всего легло на мой опыт внедрение это именно распространение их нововведений мало того что мы сделали какой-то продукт его необходимо еще внедрить распространить чтобы его начали использовать а для того чтобы начали использовать необходимо зачастую перестройка каких-то процессов переобучение людей здесь нам приходится там преодолевать определенное сопротивление связанное допустим состоявшимися процессами на предприятии связанное опять же там пользованием той же терминологии возможно ваш проект не обязательно программного продукта да он меняет технологию производства и получается что проект это не только создание чего-то вот нового но это что-то новое должно заработать так как она планировалось что она заработает это тоже необходимо учитывать бывает такое зачастую что вот этот объем работ по внедрению именно он по распространению протиражирование он изначально может не учитываться а потом вылезают такие проблемы которые отнимают очень много сил энергии средств мы понимаем что разработка внедрение на этапе внедрения есть не то чтобы очень высокий но есть риск не добиться желаемых результатов мы сделали хороший продукт прекрасный но он просто не пошел просто потому что не хватило административного ресурса додавить и компания просто не пользуется этим продуктам такое тоже нельзя сказать что это обычное дело но такое тоже встречается необходимо это учитывать и вот эти составная часть тема нашего вебинара за кто такое проблема с философской точки зрения до проблема это некий вопрос который вот необходимо решить и который там даст нам какой-то практический результат проблема это какая-то трудность до которого у нас возникает необходимо ее решить но мне больше всего нравится там простое определение совершенно проблемы мы считаем ситуацию когда действительность не соответствует нашим ожиданиям мы хотим одного а на самом деле по-другому и нам необходимо предпринять определенные действия для того чтобы либо свои ожидания каким-то образом скорректировать либо действительность каким-то образом поправить но чтобы они сошлись тогда мы считаем что мы проблему разрешили поэтому вебинар построен я как-то попытался вот те проблемы которые встречаются каким-то образом их систематизировать разложить там и посмотреть на целом вот на проектное внедрение как-то сверху что бывает да и причины этих проблем можно ли их там предупредить или как-то с ними бороться то есть мы делаем уникальный продукт в ограниченное время преодолевая определенное сопротивление для того чтобы достичь определенных результатов и в процессе этого процесса мы сталкиваемся с тем что действительность не всегда соответствует нашим ожиданиям проектах проблемы нас действительно ждут на каждом шагу само определение проекта я вот об этом уже сейчас проговаривал да это временное или временное предприятие это уникальный продукт сразу же дал две проблемы встает как уложиться нам бы хотелось делать и делать свое удовольствие как получится так получится по времени по срокам вот нам не дают этого и нам необходимо вот эти сроки ограничены каким-то образом помещаться или же отказываться вообще от этой истории говорит что нет за это время мы сделать не успеем точное и таким образом тоже разрешить проблему и это уникальный продукт на входе мы не знаем до конца по шагам как этот продукт будет реализован это тоже проблема нам бы хотелось что какие-то простые чертежи простые схемы подробно и т.з. в котором будет описано все вплоть вплоть до и по ним просто сделать просто против заказчика ну так обычно не бывает т.з. обычно пишет там исполнитель а заказчик только согласовывает и это вот первая же даже группа проблем с которой мы начинаем сталкиваться каждый раз когда мы запускаем какой-то новый проект пройдем сейчас по характеристикам проекта мне показалось что так наверное лучше всего сгруппировать существующие проблемы возникающие смотрите когда начинается проект он всегда начинается для чего-то да никто просто так не решает а давайте внедрим там программу и и здесь очень важно именно цели полагания цели полагания огромной степени зависит успех того или иного мероприятия если мы выберем неправильную цель вот мы скорее всего успеха не достигнет это тоже мне нравится один пример то есть вы можете очень эффективно подниматься по лестнице вот но в конце вы обнаруживаете что лестнице подставили никто стене не поднявшись наверх вы понимаете что все было зря да цель не достигнута хотя вы все делали правильно лестнице поставили укрепили там поставили ограждение забрались наверх а там не тот результат вот поэтому формулировка цели очень должна допустим ну что точно нельзя считать целью проекта с моей точки зрения да допустим заменить один программный продукт на другой там УПП на ИРП ну заменить его и что дальше то изменится ну может быть немножко полегче там поддержка и то не факт вот наверное не очень удачная цель проекта автоматизировать там текущие бизнес-процессы но они у вас уже и так есть если у вас процессы сами по себе неудачные ну хоть за автоматизируйтесь толку не будет ну у вас будет автоматизированный хаос да то есть цель должна быть такая которая несет ну по-хорошему которая несет себе все-таки какой-то финансовый наверное ну в конечном итоге все-таки финансовый результат поэтому вот формировав формирование целей есть как исполнитель так так и заказчик должно наверное работать сообща вот но зачастую говорю что цели могут формироваться ложные могут формироваться не очень корректно на входе в проект это нужно очень точно понимать и учитывать потом вот у разных участников проекта да цели могут быть немножко разными у того же исполнителя да цель заработать деньги за минимальным там вложением ресурсов у заказчика который тратит свои деньги он хочет получить максимум за потраченные деньги вот и понятно что цели проекта когда мы их формируем они должны быть сформулированы приняты и поняты на самом высоком уровне управления насколько это возможно потому что любой маломальский серьезный проект из административного давления не может быть реализован его просто саботаж снизу загубит всегда зачастую вот это давление бывает там достаточно сильным если опять же высшее руководство заинтересовано если высшая руководство не заинтересована или не принимает участие в проекте ну в лучшем случае да вот мы что-то внедрим но этим пользоваться не будет скорее всего будет примерно так если только это не совсем какие-то локальные изменения внутри одного подразделения которое это подразделение само инициировало и реализовало первая группа проблем связано с определением целей когда у разных сторон разные интересы и каждая из них пытается задать свой век движения проектов в конечном итоге они должны договориться и пойти куда-то в одну сторону вторая группа проблем связана со стоимостью проекта ну вот вы с ней тоже сталкиваетесь в самом начале когда пытаетесь оценить проект так как проект мероприятие уникальное то достаточно сложно его изначально отменить да никто не знает какими трудностями придется столкнуться до конца никто не знает в конечном итоге во что это является понятно что здесь огромную роль играет опыт аналогичных проектов но тем не менее если даже у исполнителя есть огромный опыт каждый заказчик уникальный и вот этот свой опыт необходимо как-то заказчику донести на начальной стадии необходимо чтобы заказчик тоже принял ваше видение тех шагов которые необходимо пройти ему всегда кажется то есть у него проблема да он еще не видит продукт от него уже просят там обязательства на какую-то определенную сумму по стороне исполнителя тоже проблема он не видит до конца бизнес-процессов ни одно обследование здесь не поможет оно облегчит конечно понимание истории но до конца уточнить оно вряд ли поможет то есть вы даете какую-то примерную оценку плюс-минус и заходите в проект с определенными рисками вы эти риски стараетесь да каким-то образом подстраховаться да заложить их в оценку но тем не менее проблема это есть вы не можете попросить или там попросить то можете не факт что вам дадут только ресурсов только средств чтобы вы чувствовали себя в безопасности зачастую на начальной стадии когда идет оценка это тоже проблема вы не до конца знаете а кто же будет исполнителем проекта у нас есть это понятная ситуация совершенно есть люди разные квалификации разного опыта разного темперамента на проекте все важно и какая в итоге у вас соберется команда зачастую это бывает известно уже когда проект пошел поэтому вот эти риски того что у вас команда мечты скажем так не соберется или соберется немножко попозже они тоже укладывают в эту общую корзину рисков которые при срабатывании приносят вам проблемы вы рассчитывали что у вас будет там разработчики одного уровня а в итоге вам досталось там два прекрасных разработчиков а два начинающие но других просто не было у вас нет времени их найти поэтому оценка стоимости проекта сталкивая себя вот этой проблемой когда мы хотим застраховать все свои риски и заказчик хочет застраховать все свои риски здесь варианты разные они тоже редко конечно могут работать там все варианты да можно попробовать заказчиком работать там каким-то маленькими шагами да там условно по гибким технология заказчик управляет своими запросами небольшие какие-то запросы оцениваем и реализовываем тоже вполне достойный вариант когда риски объемов перекладываются на заказчика и минимизированы риски связанные с тем что в процессе реализации будет переосмыслена оценка и где-то там сильно не попадем ну да плавно переходим вот этим объемом проекта особенно если проект большой до конца понимаем что там будет здесь очень велик риск того что объем проекта будет переотмышляться несколько раз в процессе его реализации заказчик дает т.з. нам необходимо вот учитывать там раз два три и плюс выводить какие-то вот какие-то четыре отчета с его точки зрения это четыре формы в экселе да и несколько показателей вот когда начинаем разбираться отчетные формы тянут за собой это сложные алгоритмы которые должны получать данные не только из этих четырех показателей которые вам заказчик дал а еще там группу показателей которых в принципе нет их негде взять и начинается вот эта история что отчет будет работать не полностью или там мы хотим чтобы вот эти показатели тоже вели и объем проекта может начать расти просто на глазах если вот этими рисками не получилось заранее договориться то можно попасть в очень неприятную ситуацию документирование вот этих всех договоренностей оно помогает вот но не всегда встречаются в нашей практике было да когда заказчик просто терроризирует тем что ну коллеги если вы не делаете там просто я вас прошу то соответственно я вам не подпишу какие-то документы или что-то понятно что можно там опираться можно судиться но это мне кажется какие-то крайние уже варианты и желательно все-таки такие вещи предусматривать заранее и заранее работать поэтому чтобы избежать вот этого риска резкого или там значительного увеличения объема работ мы должны на начальном этапе тщательно как можно тщательнее детализировать декомпозировать все работы и все декомпозиции детализации у заказчика потому что на начальном этапе когда заказчик тоже еще не видит картинки что же получилось он тоже ну да вроде бы так должно быть вот но если он подтвердил вроде бы так и вы так реализовали а а потом он вспомнил что еще нужно раз 25 ну прожить ну вот мы сами договорились договорились да ну давайте вот эту часть закроем а потом дальше куда-то вынесем следующий этап развития здесь проще немножко уже будет работать с заказчиком но опять же при детализации вот этой декомпозирование необходимо по возможности максимально точно прописывать все формулировки чтобы избежать там двоякого там или более толкования вот но здесь вы опять же сталкивались другой проблемой вы ограничены по времени и вот это вот встречная проблема как можно точнее за как можно короткое время вы постоянно вот будете в этой ситуации находиться то все что имеет ну как бы подразумевается тому по себе вот вот этим лучше вообще не связываться потому что саму по себе подразумевается у заказчика этому по себе подразумевается у исполнителя вообще совершенно две разные сущности и они не сходят не сходятся и эта проблема вот ее решение ее в том что вы документируете каждый шаг протоколы там сейчас позволяет любые платформы там для связи даже sky входе уже они позволяют вести запись разговоров которые можно потом превратить протокол можно поднять как-то показать посмотреть мы с вами вот так договаривали но опять же детальное планирование она ограничена временем и степень детализации должна получиться какая-то такая разумно достаточная предыдущий проблем до связан со следующим флом это сроки выполнения проекта мы когда делаем композицию работ когда рисуем план график ну вроде бы все понятно гладко было на бумаге все согласовывают ну с какими-то может быть трениями здесь чтобы стрелять чуть подольше вот план работ какой-то выстроился но если проект ну хотя бы насколько это серьезный по деятельности ну более полугода например то здесь даже вот задумываться не надо однозначно через полгода видение целей, сроков, задач может существенно поменяться то есть какие-то задачи могут стать неактуальными какие-то наоборот могут вырасти в приоритете насколько что вот без них вообще никак хотя раньше об этом вроде как не думали зачастую когда планируем какой-то большой проект накидываем много-много разных требований вот и если мы заранее не ранжируем по важности то получится что мы и очень важные требования и не очень важные требования выполняем с одним и тем же приоритетом если вот эту историю с приоритетами ежедневно в постоянном режиме не мониторить то в итоге мы реализовываем какую-то функциональность но важная функциональность остается там как бы достаточно сырой для того чтобы ей можно было качественно пользоваться а та которая не нужна, ну не так сильно нужна скажем так, она тоже сделана, на нее время потрачено но без нее сейчас можно было бы обойти вот с этой проблемой нужно работать поэтому вот привлечение заказчика именно в целиколагании получение от заказчика постоянной обратной связи чтобы он участвовал в этом процессе это очень важно необходимо очень точно планировать ну это очень точно ну необходимо постоянно планировать вот ваши ресурсы которые есть вот на какую задачу их сегодня необходимо направить и заказчик часто бывает немножко в растерянность да и ну исполнитель наверное если у него опыт уже хороший вот в меньшей степени но для заказчика вот новый продукт он может оказаться терра инкогнито там на верхнем уровне они видят какие-то верхние цели да хотят их достичь а на уровнях ниже люди просто не понимают что они хотят вот вот зачем вы нам усложняете работу вот это уже так прекрасно было и вот с этими сроками начинаются разные творится чудеса кто-то ушел в отпуск кто-то там заболел у вас в команде произошли какие-то изменения и сроки начинают гулять если их не контролировать то можно легко убежать там в решении каких-то второсотных задач да первоочередные задачи останутся зависшими то есть планирование сроков это такая ежедневная работа намечается план какой-то среднесрочный этот план согласовывается с заказчиком чтобы он тоже подтвердил да вот вот эта группа задач на ближайшую неделю месяц для меня важна важнее всех остальных решаем эту часть задач и в процессе вот этой работы ну постепенно постепенно все закрываем таким образом у вас сохраняется обратная связь если заказчик чувствует себя вовлеченным в проект а раз он вовлечен в проект то он соответственно разделяет с вами как бы ответственность за его результат если заказчиком вот по этим объемом по срокам не работать то когда вы дойдете до какого-то завершения и принесете ему результат он скажет мне вот это сейчас не надо мне нужно было совсем другое зачем вы это сейчас сделали или а почему вы это сделали именно так вот скажите ну как ну вот где написано он скажет ну здорово как бы у нас уже вышло два распоряжения все поменялось поэтому для того чтобы минимизировать вот проблемы связанные со сроками ну что к концу проекта вероятнее всего первоначальный план график ну будет применен до неузнаваемости ну здесь необходима постоянная работа с заказчиком какой-то от него там функциональный заказчик или еще какой-то ответственный вы с ним совместно определяете план работы на ближайшую перспективу там до следующего релиза и по этому плану работаете забежали следующий план и такими шагами вы постепенно двигаетесь и тогда вероятнее всего даже если план график будет изменен или сорван каким-то образом заказчик участвовал это видео подписывал соглашался вероятность того что вы налетите на какие-то проблемы юридического плана значительно снижаются следующая группа проблем она связана с качеством проекта да мы считаем что мы сделали все написано так мы так сделали с нашей точки зрения все здорово заказчик может иметь другое мнение по этому поводу вот он посмотрит скажет прекрасно только вот там кнопки не того цвета еще что-то может быть недостаточно быстро работает система там что-то медленно у вас открывается да там или еще какие-то вопросы поэтому вот оценку качества ее тоже желательно конечно можно проговаривать и прописывать заранее этот вопрос очень часто очень часто упускается смотрите для того чтобы ну как мы выше говорили уже да то есть проблема это несоответствие ожиданий и действительности да вот для того чтобы в какой-то момент когда вы что-то начинаете проверять особенно качество вам необходимо точно понять да а ожидание и действительность у вас соответствует или нет как вы это можете понять ну только каким-то образом померить да то есть тут нужно исключить любой судитивизм в оценках и по каждому параметру там по быстродействию там по интерфейсным каким-то вещам там по времени у вас должны быть какие-то отдельные линейки у вас у вас должен быть механизм измерения понятные совершенно показатели в цене в которые вы можете сказать да цель достигнута да там задача решена вот мы внедряем там какой-нибудь бизнес процесс мы заранее планируем что мы считаем что как бы задача решена если там 95 процентов документов допустим там теперь заполняют по-новому если там 90 процентов пользователей теперь там регистрируются в системе не по старому способу а по-новому и так далее то есть нужно указать какие-то вот прям величины которые могут быть посчитаны и тогда когда вы придете к вопросу с качеством вот вам будет гораздо проще вы скажете ну вот записано так вот соответствует быстродействие да там вот открыли форму замерили производительность и посмотрели вот столько-то миллисекунд все вроде так поэтому на на маленьких проектах это тоже на любых проектах нужно делать на маленьких это может занять меньше времени на больших больше а мы ограничены по времени всегда вот но в любом случае для того чтобы избежать большинства проблем в оценке качества постарайтесь все заранее все показатели каким-то образом цифровать оценить да там проаранжировать иначе вы когда завершение сдачи может сложиться ситуация что работает именно субъективизм и будет сложно ну и плюсы в процессе развития в процессе реализации заказчика могут появляться дополнительные требования давайте добавим лишнюю колонку лишний отбор давайте здесь еще такой контрольный механизм контрольный механизм контрольный отчет а что делать с теми объектами которые уже не соответствуют но каким-то образом обрабатывать и сразу тянется такой большой-большой-большой вал вопросов поэтому вот вот эти вишки по которым вы будете промерять сделали не сделали выполнили не выполнили их конечно желательно заранее все расставить с ресурсами проекта ну здесь проблемы такие обычно всегда конечно не хватает нам трудовых ресурсов нам хотелось бы чтобы у нас было людей побольше но мы прижаты сверху финансовыми ресурсами мы можем бесконечно нанимать сотрудников материальными ресурсами но моем как бы на моем опыте особых проблем не было потому что материальные ресурсы для IT-проектов это что там ну в лицензии да программный продукт сервера там рабочие места обычно здесь проблем никаких нету может быть других проектах там это может стать ограничением ну самое простое ограничение это вот раз и санкции стали недоступны определенные именно материалы или определенные сборочные единицы нужно как-то выкручиваться но опять же в IT-проектах материальные ресурсы обычно доступны и больших там вопросов с ними не возникает здесь проблема это трудовые ресурсы и финансовые но проблему с финансами в первую очередь да мы минимизируем каким-то максимально тщательным планированием которые мы можем себе позволить и контроль за командой за трудовыми ресурсами которые у нас есть все люди должны быть загружены ну там не на 100% да они тоже не железные вот но должны быть загружены у них не должно быть простое потому что это их мотивацию снижает вот но они не должны упасиваться как ломовые лошади чтобы у них хватало сил и интереса завтра идти на работу вот проблему трудовых ресурсов разрешить ну каким-то универсальным способом наверное очень сложно ну да мы можем найти на рынке или там своей компании нужное количество персонала но качество этого персонала оно может существенно различаться от исполнителя исполнителя плавно переходим к исполнителям да я уже сказал что сами по себе трудовые курсы там в силу опыта в силу опыта данной конкретной прикладной области в силу каких-то других параметров самых экзотических они могут быть различными да ну не буду сейчас это точку дискриминации ну элементарно у меня вот у меня мой опыт у меня ребенок пошел в школу первый класс и мне нужно теперь час утром час побед практично как бы его отвезти в школу за запись в школу все а в запись такого проблем у меня не было вот и вот у каждого участника команды да могут быть какие-то свои параметры где он зачастую не может там на тот объем выдавать тот объем работы которые вы на него как бы рассчитывать рассчитывали человек работает 8 часов в день но каждый из нас живой человек да у него что-то происходит кто-то заболел кто-то уволился кто-то еще что-то и перед руководителем проекта встают такие проблемы о которых не хотелось думать на этапе начала посчитали у нас команда семь восемь десять человек условно прикинули что по времени объем проекта такой-то срок такой-то мы помещаемся этой командой но если проект только начинается у вас идут затраты на то чтобы команду собрать по времени заходят в разное время не удается сразу они же не сидят на скамейке запасных взяли команду и побежали вам нужно собрать команду кто-то подходит кто-то не подходит кто-то не подходит ну это не обязательно плохие люди но просто именно в этой команде именно на этом проекте не получилось в другом месте он будет прекрасно работать но вот эта проблема вам нужно работать уже сейчас а готового инструмента действующего взяли дрели просверлили там что-то у вас нет вам нужно время на то чтобы взять дрель включить в розетку вставить сверло сверло потом оказалось не заточенного нужно заточить и так далее и так далее вот на этих затратах можно тоже потерять их тоже необходимо ну хоть каким-то образом закладывать риски затраты на сбор команды у вас будут всегда затраты на то что у вас кто-то входит выходит из проекта ну вот на небольших проектах там наверное это может происходить быстрее на крупных проектах вход выход человека там теряем порядка месяца ну именно трудозатрат где-то месяц может быть человек вышел в тот же день но именно за счет того что провалилась та часть которую ввел один и второму нужно во всю эту работу включиться на это может уходить очень много времени он начинает работать с первого дня вот но его эффективность она плавно 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 выходит на определенный уровень здесь каким образом можно с этим бороться или там как-то это минимизировать облегчить ну наверное должны быть во-первых регламенты вот регламенты здесь очень хорошо помогает новый человек заходит прочитать регламенты регламент разработки там регламент обмена информацией регламента выпуска релиза фиксов а человек ознакомившись с такими документами достаточно в короткое время входит в общий ритм и начинает работать то есть должны быть прописаны регламенты выдачи прав разрешения подключения к ресурсам эти ресурсы желательно чтобы были переписаны тогда вы по совершенно простой и понятной последовательности шагов вы нового человека заводите в проект с минимальными временными затратами выход участника да тоже требует чтобы там чтобы он передал все свои наработки каким-то образом здесь тоже вопрос большей части вот именно регламентация документирования все действия которые делаются в рамках реализации проекта должны документироваться то есть это может быть там Excel таблица табличка какая-то с первичным задач да это может быть там что угодно с по 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 там но все задачи они должны быть зафиксированы прогресс по всем задачам тоже должен фиксироваться и тогда новый человек легче подхватит ту историю которая ведется и сможете достаточно быстро начать с ним работать еще одна группа проблем с которыми тоже на небольших проектах не сталкивался когда зашли в реализацию большого проекта серьезного такого на несколько лет там есть проблема вот этого ограниченных возможностей вашего влияния на смежную группу это заказчик это группы которые реализуют там смежные работы в рамках одного проекта они у себя производят какие-то изменения которые могут повлиять на вас на ваш функциональность вы у себя что-то делаете может повлиять на их функциональность у них ушел человек они там другой темп работы выбрали себе у заказчика может быть вы рассчитываете что вот сейчас раз-два-три да потом согласовываем вот это не надо да а я заточню дня вот блин ну ты доход неделю сказал что или же мы там давайте завтра встреча отгул нарисовал вы ничего не можете делать потому что у вас времени даже не так реагировать а у него завтра отгул значит встреча переносится а на следующий день там еще у кого-то отгул и вот эти вот затягивания вот это вот проблема именно в том что все исполнители работают не с той скоростью с которой нам бы хотелось да постоянно у кого-то возникают какие-то какие-то дела какие-то шаги которых вы ну даже в принципе предусмотреть не можете то есть здесь я не знаю наверное выход только один ну понятно что коммуникации да вот это вот календари и прочее нужно вести но реально здесь вы можете только там каким-то образом заложиться в оценку чтобы доказать это заказчику что вот ну мы написали неделю потому что мы будем три дня ходить за вашими на самом деле нам тут делать два дня да но три дня мы будем ходить за вашими исполнителями потому что ничего не можем от них добиться ну сказать ему такое да ну правда вот но тем не менее факт остается фактом обычно оно так и происходит крайне редко когда особенно на начальном этапе когда вот обе команды дружно собрались сели и потратили там две недели на то чтобы все посчитать все описать заказчиков в конце концов есть своя текучка ему сложно выделить определенные ресурсы ну уже много говорили про риски да причина вот этих всех рисков этот проект сам по себе штука уникальная и соответственно вот те неопределенности которые есть в проекте непонятно будет ли будет ли своевременное финансирование или не будет соберется ли у вас во время команда или не соберется в какой квалификации будет команда как будет реагировать заказчик много-много вопросов мы с этими неопределенностями заходим образом в оценку закладываем вот хорошо если риски не сработают они же бывают что мы забываем то есть мы какие-то риски закладываем про какие-то вопросы забываем по разным причинам мы не знали что какой риск может возникнуть все было хорошо до этого заказчикам 5 проекта сделали все было прекрасно дунги оплата все здорово зашли там на шестой раз в головной компании сменилось руководство и все и у вас проект просто развалился такое тоже бывает вот ну и соответственно риски которые у нас срабатывают если мы к ним не готовы или там готовы но тем не менее риск сработал у нас появилась проблема мы ждали одного а попавку получилось нечто другое поэтому на этапе планирования проекта проработка рисков лучше совместно с заказчиком конечно же необходимо если есть такая возможность то риск необходимо прописать необходимо хотя бы в общем виде написать там как на них будем реагировать тоже достаточно распространенный риск я про него уже выше говорил когда мы реализуем какую-то функциональность и в процессе реализации хотя мы все договорились все здорово но в процессе реализации у заказчика появляются какие-то отношения или до нас доходит мы тоже что-то не учли и нам необходимо это сделать с заказчиком можно спорить можно доказывать говорить мы договорились но если это достаточно длинная история то заказчикам нужно застраивать доверительные отношения но риск существует от него никуда не денешься он для того что вы разработали это законодательство изменилось надо что-то там переделать вот если вы не переделаете вы ему передаете нефункциональную историю нужно работать поэтому ну если вы первая история для того чтобы убежать проблем это планирование рисков да и согласование истории управления заказчиком и вторая история это хорошие отношения опять же противоположной стороной для того чтобы можно было некоторые вещи решать в таком оперативном порядке не прибегая к эскалации потому что бывает всякое бывает там по какой-то причине вы что-то не успеваете можно попросить заказчика чтобы он там подождал или же или там задержался протестировал там вечером днем обещали еще что-то чтобы уложиться в срок здесь хорошее отношение заказчиком постоянный с ним контакт постоянно его вовлечение в работу чтобы они наверно будут являться определяющим ну я в принципе попрошу по тем группировкам рисков которые у меня получались ну которые у меня получилось сложить разгруппировать там сейчас эта часть будет про то а что же делать да вот вот эти проблемы которые у нас постоянно возникают сейчас попробую резюмировать что со всей этой истории делать то есть основная основная наверное как мне кажется это деятельность направленная на минимизацию проблем на их скорее всего разрешение это именно коммуникативная такая то есть у вас должны быть налажены очень хорошо коммуникации внутри команды коммуникации причем личные коммуникации это очень важно коммуникации между командами если у вас несколько команд работает коммуникации с вашим заказчиком коммуникации возможно там с генподрядчиком коммуникации не только с заказчиком верхнего уровня но и коммуникации с конечными пользователями но на горизонтальном уровне вот вся история набор таких коммуникаций они помогут вам увидеть узнать о надвигающейся проблеме вероятнее всего помогут узнать заранее как бы вы не регламентировали вашу работу вот когда проблема придет вам ее все равно нужно решать да размахивать регламентом говорить о том мы так не договаривались это конечно здорово и это можно это поможет вам выиграть какое-то время но если проблема возникла решать придется тем или иным способом и решать ее когда коммуникации налажены гораздо проще коммуникации налаживаем прямо с первого дня может быть чаще встречаемся чаще позваниваемся всех друг с другом знакомим лично по телефону по скайпу сейчас варианты масса ну все наверное знают что даже позвонить человеку по телефону раз больше вероятности вы проблему решите чем переписываясь с ним письмами письма скайп они все здорово оперативно но они по моим личным ощущениям все равно они какие-то не то чтобы холодные но они такие более формальные вещи я у вас спросил вы мне ответили а если вам необходимо успокоить кого-то или наоборот что-то получить или о чем-то договориться в каком-то сложном вопросе конечно лучше телефон или личная коммуникация внутри вашей команды тоже все должны между собой общаться ежедневно проводим встречи митинги обсуждаем кратенько полчаса час не больше в зависимости от объема работ отдельно обсуждаем вот те задачи которые у вас на сегодня проблемы вопросы чтобы все постоянно находились в контакте никто не чувствовал себя оторванным потерянным особенно заказчик не должен себя чувствовать потерянным если мы забываем про заказчика все у нас начинаются гигантские проблемы поэтому коммуникации коммуникации это я на первое место поставил как мне кажется это основная основной способ избежать ну совсем избежать проблем не получится но минимизировать таким образом можно да второй блок это документирование учет всего что происходит здорово есть программные продукты для документирования разработки постановки задач моделирование проведение там съемоддаточных испытаний и так далее если у вас ваша деятельность никакими оперативными документами не подтверждена мне кажется будет таким сложно в случае необходимо да это вопрос разрешать а почему сделаны именно так ну потому что мы сами так договорились я не помню вроде бы я другое имел в виду и еще что-то вроде бы там пропускные истины да говорю сам про них знаю но я думаю и я иногда не до конца да там не настолько готовь на документацию веду ну и наверное это присуще не только мне вот но не менее зная о том что эта история может вам помочь в разрешении проблем да когда вы сталкиваетесь несоответственно да вы ждете одного а перед вами что-то другое вы достаете вы достаете инструкцию или достаете протокол какой-то вы говорите коллеги вот протокол да тут должно быть что-то другое и дальше начинается уже нормальный диалог то есть должно быть что-то другое потому что оно будет оно завтра так нет другого быть не может потому что там изменилась концепция и теперь именно так у вас появляется пространство для маневра диалог в любом случае вы не уходите с этими проблемами в конфронтацию и в какую-то глухую такую нерешаемую ситуацию потому что ну все же понимаем что если на проект затеяли его нужно сделать понятно никто не хочет делать проектом себе в убыток но доделать его нужно если мы видим что мы ну не получается вот так как мы изначально планировали да потому что в процессе решения там у заказчика появлялись какие-то еще там желания мы пошли ему навстречу мы договорились да мы ему что-то сделали но тогда нам нужно и переписать конечную историю да там что должно было получиться и вот здесь в этом случае документирование вам очень сильно поможет то есть мы планировали так да но в связи с тем что произошли изменения конечный результат будет немножко отличаться например у нас пришел новый руководитель ему не нравится красный цвет поэтому ну теперь все документами будут зеленые кто-то вариант хотя изначально планировалось что они будут тратным каждый шаг по возможности конечно же документируйте не только каждый шаг ваших переговоров заказчика но и каждый шаг аналитиков консультантов разработчиков все должно оставаться в том или ином виде для того чтобы можно было разобрать ну и наверное вот команда и микрохлимат отдельно тоже вынесли отдельный слайд очень важная составляющая как я уже говорил команда собирается не сразу кто-то приходит кто-то уходит уходят по разным причинам приходят кто-то разные люди и здесь при подборе команды необходима активная работа уходящий разные причины могут быть ухода но наша цель такая чтобы уходим мы расстались с человеком корректно чтобы у него было хорошее настроение чтобы у нас было хорошее настроение бывает такое что человек не сработался с коллективом оказался не совсем подходящий на ту роль на которую планировали можно попытаться ему какую-то другую роль предложить можно попытаться его в другой проект пристроить где он будет более подходящим но во всяком случае команда какая бы она ни была единоверить ее нельзя люди все личности и по сути никто из людей себя плохим человеком не считает я не знал не знаю таких случаев поэтому это мое опять же убеждение мое личное мнение что если человек не подходит на какую-то роль ну скорее всего просто ему необходимо ему еще не нашли ту роль на которую он подойдет любой человек может достигать максимальных результатов с точки зрения ухода людей работаем вот в этом направлении с точки зрения ухода людей в команду конечно хочется иметь какое-то ведро переходя с проекта на проект хочется вести с собой некое ведро командное там несколько человек которые бы вокруг себя потом формировали общую команду если у вас такое ведро есть то вам очень повезло прием людей в команду ну тоже разные способы то как вот это определяет ну конечно же это собеседование то есть собеседование желательно ну можно собеседовать отдельно с руководителем но потом желательно показал всей команде поотвечал на вопросы от всей команды там какие-то вопросы позадавал и для себя бы понял подходит он для этой команды не подходит потому что мы все понимаем что работа в проекте так как она ограничена по времени и часто по финансовым ресурсам требует там какой-то повышенной отдачи в определенные моменты времени на пляси результат поэтому хорошая слаженная команда в которой у вас хорошее отношение с членами этой команды поможет вам тоже определенных проблем не то чтобы избежать ну какие-то проблемы поможет избежать а какие-то вам просто помогут решить с минимальными потерями поэтому за командой очень хорошо единиц вот здесь такой слайд не знаю он тоже под ушел пришелся понятно что у нас когда мы проект делаем бывают периоды когда все получается бывает все не получается и там не все получается вот нужно всегда помнить что это прописные истины такая полосатая да когда у нас все хорошо можно расслалиться и все будет здорово но нужно помнить что хороший период он рано или поздно закончится все равно вас проблемы ждут проект идет проблемы будут всегда нужно стараться их предупредить на дальних подступах вот или когда наоборот все плохо бывает отчаяние доходит что нужно ничего не получается все из рук валится вот но это тоже самый простой способ просто работать и рано или поздно вы дойдете до какого-то завершения поэтому позитивный какой-то настрой конечно я думаю помогает опять же справляться с проблемами мы понимаем что проблема это какая-то неотъемлемая часть нашей жизни не обязательно это внедрение программных продуктов когда с проблемами мы там пытаемся справляться с тем что мы тщательно планируем да там рассчитываем и коммуницируем там заказчиком со смежными группами в нашей жизни постоянно эта история вся есть и по идее механизмы реакции они в принципе одинаковые ну если выводы какие-то сказать да просто мы проговорили что проблема это неотъемлемая часть любого проекта проблемы это сработавшие риски которые мы учли или не учли без разницы но риск сработал да мы планировали что будет одно если мы к этому были готовы здорово если мы к этому не были готовы ну тоже не катастрофа наверное можно найти всегда выходы из решения опять же если у вас работа в достаточной степени регламентирована и если у вас есть хорошие коммуникации со всеми участниками вашего проекта ну и если бы у нас не было проблем мы бы наверное не могли развиваться мы бы не могли расти каналы было бы наверное сложно жить вот в принципе коллеги я вот рассказал наверное все что планировал может быть несколько сумбурно хотел еще раз обратить ваше внимание что у нас компания Куберлайн является центром специфицированного обучения 1С курсов обучения у нас достаточно много начиная от курсов для начинающих скончая сложными курсами специфическими по ERP по платформе общий список наших курсов расположен либо указан на презентации ссылки либо же вы можете ее скачать правый верхний угол панели рядом недалеко от кнопки выход папочка в ней ресурсы файл Excel учебные курсы можете наши учебные курсы посмотреть мы всегда рады всегда готовы принять новых партнеров новых клиентов новых сотрудников если какие-то вопросы у вас возникли остаются мы всегда готовы помочь вам решить давайте сейчас я вижу что смотря на то, что народ уходит какие-то вопросы написаны было бы правильно на них поотвечать так связь в порядке ну вот пишет не согласен с давлением со стороны руководства ну да я наверное может быть слишком категорично сказал когда говорил что требуется именно постоянное давление со стороны руководства для того чтобы пользователи начали пользоваться системой но такая возможность наверное нужна вот если ну наверное там какое-то количество пользователей 50 100 наверное можно поговорить показать им преимущества новой системы и они начнут с этим работать вот но бывает же ситуации когда пользователей там много в проекте несколько организаций десятков организаций в каждой из них сложились какие-то процессы а их сейчас пытаются запихать в какую-то единую форму причем в короткие сроки они должны не просто бросить все свои дела они должны все свои дела делать еще обучаться новому программному продукту еще ввести двойной учет иногда такое тоже бывает когда нужно быстро внедрить систему потом они плавно начнут интеграции настраивать или еще что-то вот здесь иногда приходится прибегать к серьезному административному ресурсу да и даже на маленьких таких вещах если у руководителя проекта нет способа надавить на любого участника проекта то ему будет очень сложно по дружеству ему по дружеству не до тебя и в общем в проекте административный ресурс как мне кажется нужен опытный подсказывает вам нужен всегда вот то что вы говорите то что получилось это здорово очень значит у вас получилось найти эти слова значит ваш продукт оказался настолько удачным что пользователи как вы пишете радуются и пользуются пользуются и радуются ну здорово я могу только позавидовать вам по-доброму так Константин пишет проблема с материальными ресурсами как правило возникает на стороне заказчика поэтому лучше сразу да здесь тоже я согласен с Константином я наверное все таки ну в одну сторону перегнул в сторону исполнителя исполнителя да проблем нет он все ресурсы заложил в сцену проекта если смог ее обосновать то и соответственно проблему закрыл вот а у заказчика которому необходимо да откуда откуда достать денежные средства на новые сервера на программы на лицензии может быть даже пришлось нам перестраивать какую-то инфраструктуру это да может быть существенной проблемой но опять же наверное заказчик не будет заходить в проект не обладая запасом материальных ресурсов здесь иногда бывает такое что на последнем проекте централизованное внедрение программной системы централизованное внедрение подчиненных предприятиях и у них просто внедрить надо а у них денег хватает на одну две три лицензии на десять лицензии а хотелось бы сто и вот они сидят бедные на этих десяти рабочих местах как-то пытаются эту работу параллельно вести ну это к вопросу о том необходимо административное давление иначе будут саботировать ну коллеги вопросы я вижу что на этом закончились всем спасибо за участие если необязательно про проект задать вопросы с внедрением там вопросы по лицензированию по обучению по использованию программных продуктов обращайтесь в компании оберлайн я радую поможем и спасибо за внимание спасибо 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 спасибо